Привет зрители! У меня тут прям куча всего сазона вайтбрис накопилось за много-много-много дней, но на самом деле не настолько много дней. Вот тут некоторая есть 16 ноября забранная, сегодня у нас 23 ноября и что-то я уже умудрилась лопать финики килограмм за четыре с половиной дня. Причем по весу я ушла в минус. Сама на себя офигеваю и на финики тоже. Они обалденно вкусные были и они были свайберис. Я могу сейчас просто тебе сказать 230 рублей за килограмм криспи артикул, потому что фиников к сожалению уже нету. Сейчас они стоят 243 рубля за килограмм, но чуть дороже, чем были. Артикул 30961437. Я его потом может просто в инфобокс еще закину, чтобы ты знал. Были очень вкусные финики. Но вот то, что осталось, а я тебе обозрю, много. Я хотела сделать сначала чисто обзор чая, потом думаю чисто обзор того, что из Азон, чисто обзор того, что из Вайберса, потом плюнула, думаю, оно все копится, копится, копится. Я тут еще вчера кое-что забрала с Азон, поэтому, в общем, пусть оно будет одним большим обзором. Я тут, как бы ты в курсе, что я сотрудничала три раза аж с Баксдраф. Если хочешь купить что-то на сайте Баксдраф со скидкой 10% на 10% в инфобокс, там будет код iweforever на 10% скидку, либо ссылка прямая туда вот как раз в корзину накидаешь, там уже вот в корзине этот код уже зачитался. Закваски у меня были Баксдраф. Никогда я раньше на заквасках йогурты не делала, кефиры и так далее, кисломородочную продукцию, короче говоря, еще с прошлого года, кажется, или даже с позапрошлого, уж не помню. Когда там этот ковид случился, я первый раз посотрудничала с Баксдрафом. Но в этом году мне Баксдраф снова написали, я купила йогуртницу в честь такого случая и стала делать кефирчики всякие. Потом у меня Баксдраф вроде почти закончился, одна заквасочка осталась, я еще с народом поделилась. У меня была какая-то закваска, не помню какая, тоже с Вайтбриса. И она тогда была как бы дешевле, выходила тогда на тот момент, самая дешевая закваска, я ее сейчас даже попробую найти. И мне, в принципе, вот на ней, на козьем молоке очень крутые такие, очень такие густые йогурты получались, ну вот эта кисломолочка. Вообще оно было как бы, вот она, роднуша, закваска варенец, я только потом уже использовала последнюю закваску, там 5 штучек было, прочитала инструкцию по применению, чтобы надо было делать, соответственно, на топленом молоке и геморриться с этим. А я просто так фигачила, и она по цвету была как топленое молоко. И у нее был такой, какой-то немножко такой привкус сладковатенький. А вот на обычном молоке, в отличие от баксдрафовских, допустим, заквасок, эта роднуша действовала как-то странно, и молоко 2,5% жирности было, выдавало такой очень жиденький кефирчик. Вот то же самое молоко, клеверовское, магнитовское, я, наверное, в каком-нибудь обзоре его обозревала, может, правда, еще не монтировала, что у меня что-то пишу, а до монтажа руки не доходят. Короче, вот молоко просто полежало ночь без холодильника, и стало кефиром. И кефир был более густой, чем то, что было на этой роднуше. Я тогда покупала за 145 рублей эту роднушу, 5 заквасок. Так, а тут у нас целых 10 заквасок, вот в такой упаковочке, Иван Поля. И вот это вот было 131 рубль. Артикулы будут в инфобоксе и в закрепленном комментарии. Так вот, тут у нас йогурт-закваска. Я попробовала сначала на козьем молоке одну закваску йогурта, а другую попробовала уже тоже на том козьем молоке, но сама еще не пробовала по вкусу. Кефир, но по виду одинаково, и такое же, вот очень густое. В общем, тут по пакетику на литр, но у меня, в принципе, йогуртница на полтора литра, и максимальная заполняемость 1200 миллилитров. Ну, в общем, 1,2 литра. И примерно так и выходит. И вот, даже, в принципе, я делала где-то на 1200 миллилитров, первый раз, предпоследний раз, скажем так, вот на этой закваске именно йогурта, и он все равно очень густой вышел, этот кефирчик, ну, кисломолочный продукт. По мне, что йогурт, что кефир, что еще что-то такое, вообще прям очень много, допустим, на выбор всех этих заквасок, разные названия, мне кажется, это одно и то же, по сути. Я так называю, ну, там, может быть, какие-то разные бактерии кисломолочные, но так оно, по мне, одно и то же. И, короче говоря, оно очень густой такой, его можно даже разбодяжить немножко и сделать такой, типа, как питьевой йогурт. Очень вкусный, мне понравилось. Мне еще понравилось то, что именно на козье молочке, на козьем молоке, если делать на заквасках какой-нибудь кисломолочный продукт, то очень хорошо на пищеварение влияет, и вот что-нибудь такое ощущение какое-нибудь хреновое на организме, дерятнул стаканчик и стало хорошо. Вот, вот такое вот. Вот, если ты юзал такое, дай знать в комментах свое мнение. Для приготовления домашнего и свежего йогурта, правильное питание, закваска, бактериальная, йогурт. Иван Поля. От Иван Поля я как-то покупала какао-бобы 50 рублей за 50 грамм. Они были вроде как обжаренные. Хорошие такие какао-бобы, но обычные какао-бобы. А потом что-то, они тогда были самые дешевые какао-бобы. На Озон я тогда брала несколько лет назад. Вот, но что-то с тех времен я именно Иван Поля эти какао-бобы не видела. В общем, вот, 131 рубль, 10 заквасок. Против 145, где 5 заквасок. А тут у нас 136 рублей. Те же 10 заквасок. Масса нефта 30 грамм. В упаковке 10 штук по 3 грамма. Тут, значит, как бы один пакетик на литр, а у Багдрав, допустим, те же самые 3 грамма. Какие-то есть один пакетик на литр, а какие-то есть один пакетик на 3 литра. Я как-то разницы особо не заметила, когда с Багдравом сотрудничала и тестировала их. Такс. Это я вчера забрала. Но долго там стояло. У меня уж от этих сообщений от Озона приходило несколько раз, что срок заканчивается, срок заканчивается. У меня как-то было, ну, не с руки. Индиан Базар. Кокосовое масло 100% рафинированное. Вот ничего, тватьберис пришло. 600 миллилитров. Что-то оно такое, как бы, недорогое было. А у меня заканчивается масло, на котором я готовлю. У меня как бы салатное, сейчас маковое масло. Я потом в Магните купила за 160 рублей, без копейки, упаковочку этого нижегородского масла кокосового, там 450 грамм. Я как-то года полтора назад купила. Но я то масло использовала исключительно как для косметики ручной работы. Для кремиков, для боск, бальзам и так далее. Для дезиков. А в еду как-то оно у меня тогда не пошло. Хотя до этого, когда-то я покупала, и тоже, в принципе, тогда еще 200 миллилитров было то масло. Коробочка. И оно хорошее было, в принципе, я на нем готовила. А тут думаю, блин, у меня подсолнечное заканчивается, что-то как-то неохота, какое-то другое масло. Смотрю, не знаю, что хочу. Думаю, а что мне купить кокосовое? Раньше я на кокосовом готовила, и что бы и нет. Кокосовое масло, рафинированное. В общем, оно должно быть без запаха. Оно не зафольгированное, на удивление. Только вот крышечка и пленочка. Ну, как бы запаха я там не чую. Может, оно по вкусу будет. А сегодня, правда, я купила за 120 рублей без копейки масло слабота литр. В магните. Подсолнечное. И подумала, что, ну, как бы делаю зажарку в суп. Я делаю на подсолнечном, с добавлением сливочного. Очень вкусно выходит. А это, думаю, может, я всё-таки буду какие-нибудь печеньки печь. Я что-то так давно ничего не пекла. Что, в принципе, вот, ну, кокосовое масло добавлять. Оно у нас с 3.07 этого года до 3.07-24 года. Хороший, я считаю, срок. Где оно у нас? На филиппинок сделано. Хоть тут и написано «Индийский базар». На него артикул тоже будет. Но что-то 200 с чем-то мне обошлось. Сейчас, конечно, можно Озон открыть и глянуть. Но на Озон в этом плане более геморрно, чем на Вайтбрис. На Вайтбрис в покупках гляну и цена там написана, по крайней мере. А на Озон это долго искать и муторно. И не всегда оно показывает. Ну, короче, я просто, может, в инфобокс закину и артикул, и в скобочках цену. В этот раз так сделаю. Тут у меня кукленок есть один, который сидит на части заказа. Так. Да, на Вайтбрис покупала 204 рубля. Я когда-то в аптеке покупала маленький такой коврик, который меня спасает. Как только начинаются предсудорожные боли в ногах, я тут же его суеу, если в положении лежа. И иногда зацепаю. И ничего не случается. Все проходит. Ну, или голову на него кладу. Маленький такой коврик колючий. Я его покупала, помню, уже тут, когда жила в этой, в аптеке. Что-то в разы дороже, чем вот это вот. А оно большое. Игольчатый аппликатор для массажа. Я его специально еще не открывала, хотя тут как-то лежала, помирала в очередной раз. Думаю, блин, самое то бы сейчас коврик достать. Думаю, если я его достану, он уже будет. Его придется потом складывать. Вдруг он у меня, блядно, в пакет не засунется. Лучше сначала его обозрю. На самом деле он выглядит не настолько большой, как мне на картинке казался. Надо было смерить по сантиметрам что-нибудь и самой посмотреть, как это выглядит. Но, с другой стороны, он все-таки побольше, чем моя там маленькая фигнюшка. Он действительно колючий. Правда, на моем-то двойные иголочки, а тут одинарные иголочки. Но я их уже чувствую. На нем можно будет сегодня полежать. Материал довольно хороший, качественный. Такое ощущение, что он вообще двойной. Да, он двойной реально. Если ты, зритель, немножко такой мазохист в этом плане. Я в детстве проходила иглоукалывание. Меня там что-то лечили, но, по-моему, это мертвому припарка была. Эффекта какого-то особого я не достигла с этого иглоукалывания. Да, он точно двойной такой. Я к тому, что если вот так вот лежишь, голова болит, положил под голову колючий коврик. Хорошо. У меня еще вчера я была у родственников, говорю, я говорю, тут заказала одну фиговину такую, валик такой колючий. Ну, правда, я не ожидала, что он был именно такой, на картинке несколько другой был. Ну, и она, а мне тетя достает там такой валик, такими иголочками, более большой, и так про голове провела, так кайфово. С одной стороны больно, с другой стороны приятно. Так вот я про то, что если вам больно и приятно, не до того маразма, когда больно очень, а вот именно такое, когда вот для разнообразия. Я помню, ходила после ДТП к одному психологу, который, я подозреваю, сама должна была сходить к психотерапевту, и психиатру, и психологу тоже. И она как-то, я пришла к ней дикой мигренью, она мне как за плечо фигахнется всей дурей. Говорит, зато теперь тебе больно, я говорю, мне, блин, больно и там, и там, типа того, что она считала, что если болит, допустим, голова, то надо, видимо, долбануться головой об стену, чтобы она в другом месте тоже заболела. И вот эта боль будет перекликать внимание с основной боли на другое. Ну, я считаю, что это не все дома. Она после этого перестала быть психологом, может быть, она поняла, что ей все-таки надо к психиатру. Так вот, это суть такая, что если что-то болит, и положить это что-то на колючий коврик, то оно так массажно избавит тебя от боли. Не всегда, конечно, помогает, но в большинстве случаев, да. Так, у меня тут вот сазон, оно приходит в коробочке, и еще в довесок кладут какой-то пробничек. Эта коробочка огромная, если ты смотрел мои обзоры ароматик кофе с Азона, то ты видел эту большую коробочку. Там небольшой пакетикчик, и еще пробничек. Тут просто приходит в такой пленочке. Я, в общем, вырубила верхний свет, потому что он как-то мне на картинке, я смотрю на камеру на себя, на мониторчике, оно как-то так гуляет, это освещение. Вот этот я уже покупала на Азон. И, в общем, он как бы лежал, у меня долго в закладках, смотрю, он встал по 311, что ли. Думаю, блин. Я давно смотрю на Вайтбрис именно от Суперлайф вот эту Ходзю, она все недоступна и недоступна. Думаю, а что бы или нет, так взяла и купила. Я его еще, как ты видишь, не распаковывала. Специально для обзора оставила. Ходзи, в смысле, у Суперлайф я покупала на Вайтбрис. Я вообще эту Суперлайф на Вайтбрис нашла, я покупала у них порошок Анчана. Хорошее качество. И еще что-то у них покупала. Вот. Так. А это у меня трубничек был. Вот он. Отсюда. От Суперлайф. Вишневый пунш. Я так чувствую чисто на ощупь, что это, скорее всего, какой-нибудь улон. Средний сок. Ну, какой-нибудь обычный гуанин. Куда еще добавили какую-нибудь там фигню. В таких раньше пакетиках с Алиэкспресс приходило все. Чуть-чуть лампу опустило. Мне что-то сегодня как-то она не впечатляет. Но этот штатив не очень удобный в том плане, что эта лампа как стоит, ее никуда не повернешь. Если только головку одевать специальную. Но у меня что-то та головка не встала на... Ой, блин. Как бы снять-то тебя. Так. Это Сазона. Не помню, почем. Что-то не особо дорого. Тут у нас набор флаконов по 50 миллилитров, 3 штуки. Някак. Я обнаружила в шкафу одну штуку, которую делала еще, может, лет 5 назад. Еще на механке. И поняла, что мне надо какой-нибудь небольшой флакончик, куда эту штуку можно отлить и спрыскать на ваточку, а потом протирать черепушку. Что за штука? Это цветы одуванчика на водке настойные. Я тогда делала. Еще мне подружка помогала эти цветы собирать. Тогдашняя подружка. Это в 16-м, кажется, году. Еще на механке, соответственно. И оно, как бы, по поверью, снимает боль. Но я про него забыла. Я его так и не открывала еще. Вот оно у меня стояло, с механки сюда переехало, из шкафа в шкаф. И тут надо вспомнить, куда его последний раз засунула после того, как увидела. Плюс еще у меня есть настои этих самых ягод. Как же звать-то их? Черники форта измельченной на водке. И оно помогает от головы. Не всегда, конечно, но вот раза три оно мне реально помогало. Проведешь это, намочишь ватку, проведешь по черепушке, и через 5 минут голуба вообще не болит. Я читала про это, но я не верила, что такое возможно. Потому что я за свою жизнь столько таблеток переела и всяких средств от мигрени. И супер дорогие, и супер дешевые. Это раз на раз, и по большей части не всегда помогало. Какие-то они такие мягкие. Потом выяснилось, что они какие-нибудь одноразовые. Но уж какие есть. Короче, вот. Вот я тут на озон. Там как раз была какая-то супер распродажа, хрен знает чего. Это пятница, что ли, черная. Или еще что-то. Я в каком-то стриме это показывала. И один пакетик я благополучно выпила уже. Это у нас хоть ли чай. Я ее тогда покупала, тогда за 135, потом за 126. Без пакета, без этого, без ножниц, наверное, не открыть. Потому что тут запаянный пакет хоть и открывается. Оно, наверное, бликует. Вот оно, не так бликует. И все бы хорошо, но у них срок годности до 15 января 23 года. Но учитывая, что я уже один пакетик выпила. И у меня есть тот, который, это, кстати, Ходзи Ча Куки из Худзи. И она, ян, какая-то фирма японская. И на озон они стоили по скидке. И обычно по скидке, если идет, вот если на Вайдберс идет по скидке, то обычно пишут, если там просрочка, ну, в смысле, что Худзи срок годности, они про это пишут. Крайне редко, что если что-то продают, и оно просрочка при этом. И никто про это ничего не говорил. Или что срок годности заканчивается тут же. Продается. По цене продавалось. По заниженной цене. Качество, конечно, хорошее, но у них полноценные вот эти 100 грамм. Мне они потом 300 баллов закинули, которые можно оплатить только 25. Ну, одну четвертую заказы, это на 1200 начало что-то выбирать. Цена 570 рублей за 100 грамм Ходзича. Меня, честно, жаба душит, потому что я так поняла, что они сейчас продают вот то, что по всем отзывам, то, что 21 года выпуска. То бишь там пара месяцев до срока годности, и вот за эту цену покупать Ходзича? Спасибо не надо. Я думаю, это будет первый раз, наверное, когда мне Озон какие-то баллы закинула, я их не потратила. Там ограниченный срок действия этих баллов. Это я еще тот не открывала, я просто увидела, думаю, они по 126 стали, думаю, что бы мне купить. 50 грамм, 126 рублей. Кё Банча. В чистом виде Банчу, Банчу, как вот, чтобы не бликовало, я еще не пробовала. Но в составе всяких там чаев, которые мне Никитос прислал из Японии, я ее пробовала, в принципе. Ну и по некоторым данным, Банча и Ходзи, они как бы практически родственники. Иногда под видом Ходзи продают Банчу. Вот что я тут заказала себе этот ролик. У него нижние такие, они как бы гладенькие, а верхние они как бы поострее, но на самом деле они не такие колючие, как я ожидала. И как я поозу вам читала. Я думаю, что надо мне заказать, наверное, большой такой ролик с колючими колючками, где там медь, еще какой-то металл, железо, вот так вот и подписано. Я видела такие колючки на Вайтберрис. Но тут что-то я увидела на Вайтберрис какой-то набор, там какая-то лопаточка, какая-то фигнюшка, еще что-то за 400 с чем-то. И такой ролик. Я думаю, блин, нахрен мне вот это все, я бы просто ролик купила. И загуглила на Азоне этот ролик. И вот внезапно нашла что-то 200 с чем-то рублей. Он тоже довольно давно пришел, но что-то у меня руки-ноги не доходили. До туда вот дойти. Я все ждала, когда там поприличнее заказа придешь, чтобы мне каждый день туда прыгать. Ну или у меня тут то мигрень была, то еще что-то было. Кто это такой фигней юзался? Лифтинг массажер для лица и тела, механический роликовый массажер для шеи и плеч. Я еще почувствовала, что там, ну как бы, кровь разгоняется после того, как тут вот помассируешь. И думаю, если у меня голова болит, я помассирую. Может, оно, кровь к лицу придет, как-то голова пройдет после этого. Ну а эффект от этого, он длится совсем недолго. Ну максимум минут 5 ощущения какие-то есть. В чем у меня? Вроде все. Тут вот пакет. Подозреваю, что-то, возможно, там свайберис-очень. Ну и садон тоже. А вот еще. Это свайберис. 87 рублей, кажется, оно стоило. А может 78. Аромопалки. Я когда их заказывала, мне казалось, что там 12 штук. Да, 78. Но на деле оказалось всего лишь 8, и они как-то так, у них уже и в продаже нет. 10 грамм. А вот 8 аромопалочек, я только сейчас увидела. Ну да, в общем, тут 8 аромопалочек. Но так как-то интересно пахнет. Вот если вы когда-нибудь травили ос или мух дихлофосом, вот остаточный аромат от дихлофоса в этих палочках. Но если две штучки жечь, написано, что 65 минут их хватает где-то, если две штучки короче жечь, то как-то вот... А потом через полчаса еще две штучки, то голова проходит. Начинаешь соображать и можешь что-то смонтировать, и масло подсолнечное в холодильник не будешь убирать. Я вот просто пришла сегодня с магнита, слегка проветрила мозги. И понимаю, что немножко такая рассеянная хотела попереводить. И заметила себя за тем, что я подсолнечное масло сую в холодильник. Думаю, зачем? Молоко убрала, подсолнечное масло-то зачем туда? Ну и до этого я еще на Азон заказала палочек. Всяких разных. Когда поняла, что вот у меня есть палочки из Ма Индия с момента, когда я с ними сотрудничала, плейли с Ма Индия, там два ролика только. Один про Ма Индия, по-моему, 6% будет вам скидка с моего промокода iwforever, если там решите что-то заказать. Там, по-моему, 1000 рублей бесплатная доставка с Индии в Россию, если хотите посылочку с Индии. Ну и, короче, это там и кайлаш, можно заказать как раз вот второй ролик про кайлаш. А можно кайлаш в России купить. У меня эти палочки с сотрудничеством Ма Индия. И я понимаю, что как бы это не совсем тот аромат, который мне на данный момент хочется. Хочется какого-то разнообразия. Я что-то такое бы не заказала на Азон. Ароматические палочки. Чем они пахнут, я вообще не помню. Ну, по названию его так. И когда заказывала мне что-то это как-то... Как-то я думала, что там немножко другая упаковка будет. Пакетик не запаян. Только коробочка на скотчике слегка. Они такие ближе к коричневым. Лапа дрожит для цел. Чем пахнут, уже непонятно. И надо их как-то обратно заседать. У нас тут уже около половины девятого. Так-то по идее можно и поработать будет. Потому что меня так как-то попускает голова. Но с другой стороны, вроде хочется и пораньше лечь. Ну, правда, вчера я более-менее в двенадцать с чем-то легла, уделав тыкву, капусту и что-то еще. Такая уже еле живая, только блячь и вырубится. А потом около пяти проснулась и только в семь обратно залегла. Вон тут еще у нас такая желтоватая кевда. А тут чего? Они вроде как одинаковые такие, похожие. Только вот тут что-то... Рух какой-то. По-другому называется. Там вроде как десять-двенадцать этих палочек было. Так, это что у меня такое? А, это этим... Надо было взять с собой какие-нибудь ножницы. Потому что тут такое же по ходу дела. А нет, тут пакет можно, сказать, в отличие от того, который до этого тут был пакет. Пупырка Зритель, если хочешь СМР и задолбался ждать Можешь подписаться на бусте 200 рублей в месяц Или на этот На платную подписку На ютубе, если ты вне России Или допустим Слушай, такие прикольные Мне показалось, будто они с двух сторон Сопленка Просто задонатить мне Я как раз сейчас на камеру собираю на одну И ты можешь мне задонатить Написать, Лёля, я хочу СМР Запиши какой-нибудь СМР Или какой-то конкретный СМР Или пупырки пофигач Скинешь мне куда-нибудь донатик Вот тут будет такое облачко Куда мне можно скинуть донатик А вот здесь будет другое облачко Всё, ещё ждёшь СМР Бла-бла-бла Сатья Дело на Виндии В общем, тут оно Заклеенное Скотчиком Палочки Если хочешь Я потом могу это Чисто их сфоткать Все вместе Так вот И в телегу скинуть Или в Инстаграм Камент так только про это напиши В общем, тут очень хорошая Пупырчатая плёнка Её можно полопать будет Это все три палочки садона Что-то у меня тут К чему рука-то тянется А, это этот Я заказала Если видел какой-нибудь там мой Хав Как он там Там тоже хаваю хавчик на камеру Стрим Я там пила, кажется, этот Пуэр Или просто показывала его 30-летний Пуэр А тут я заказала 200 грамм Что-то он как-то дофига так бюджетно стоил Для 200 грамм Чай чёрный каменный Пуэр Чай хуаши Церемонии Я церемонии заказывала уже как-то что-то И на Озон он есть И на Вайтберрис Это вот на Вайтберрис И вот какой-то от церемонии Пуэр Он был какой-то, ну Хочется сказать, как земля Такой странный очень Он по вкусу был Такой вот Бывает Пуэр Такой Заваришь его по жаре Утром заварил К вечеру забыл допить Утром на следующий день Открыл крышечку Или через два дня А там запах такой Будто арбуз уже протух Ну такой вот Такой вот запах тухлого арбуза И по вкусу такой же Уже пить не можешь А тут заварка у него так вот сухая пахла Я заварила, но он по вкусу Более-менее такой был Ну как вот чисто один раз Купить и больше не надо Тут вот у нас Такая пачечка в 200 грамм Дахун пау тоже такой средненький Может я давно Дахун пау не пила Поэтому как бы забыла Как бы Что-то вот у него У этой церемонии нормальное А что-то такое Спасибо не надо 242 рубля за 200 грамм Там что-то 100 грамм Стоило как-то Ну вроде как недорого Я отнулась на 200 И поняла, что 200 грамм Вот это покупать Намного выгоднее Чем два пакетика постов Так Последняя, наверное Курага Вообще у меня еще есть Грецкие орехи Они тут За ними недалеко надо сходить Я на паузу поставлю И покажу Тоже Курага Она вот из четырех Была таких пакетиков На Азон я покупала Около 500 рублей Что ли Этого года Сбора Урожая Изготовлена в сентябре 22-го года Упаковано 14-го октября Срок годности 12 месяцев Абрикос сушеный Без косточек Стоп диабет Он слегка кисловат Он ничем не обработанный Реально Хороший абрикос Можно в сушеном виде хомячить Можно кипятком зашпарить Повторять Потом водичку выпить Ягодки схомячить По большей части Чистый Иногда мне попадался Песочек Который очень трудно Доставать Даже вот Ну помыл под водичкой Он не отмоется Этот песочек Вот только если Зашпарил водой То вот как-то Ногтем подковырнуть Этот песочек Я пока еще Отзыв на Азон не писала Между 4 звездочки Поставить И 5 Потому что Как бы в один пакетик Я уже захомячила Три еще осталось Так что Вполне меняемая Такая курага Хорошая Может конечно У нас в магазинах Можно дешевле купить Но я как-то Купила курагу В магазине В Мир Фруктов На разрез Через пару дней Ее решила схомячить А она С наленом каким-то И уже того Либо же покупаешь Роди ничем не обработанное Начинаешь мыть И видишь Эту пленочку Ну зачем там Эта пленочка Или какой-нибудь Е666 Я от каких-то Ешек Начинаю чесаться А тут очень хорошая Курага Я отзывы почитала Так что нормально Такая вот курага У меня В холодильнике Был чернослив Чем-то обработанный Каким-то маслом И он типа Без косточек По сути Там такая только Шкурка была Я его как-то Размачивала Более-менее Так вот В компот Ложила Вроде все нормально Ну хрен с ним Что маслом Каким-то обработан Хотя в отзывах В описании Не было такого Точнее даже В описании Не было такого И стоил вроде как Прилично На зон вроде покупала Потому что На Вайтберс полистала Поняла что На Вайтберс его нету Ну в моих покупках Именно того чернослива И я пришла к выводу Что чернослив Надо покупать С косточкой Еще пакетик И еще пакетик И сейчас я скажу За грецкими орехами Снова включила свет На потолке И забыла выключить Потому что в темноте Не особо удобно Идти до окна Короче Оно уже не в оригинальной Упаковке Это был килограмм Грецких орехов Этого года выпуска На картинке Они конечно Такие бледненькие Прям слоновая кость Красивенькие Но в реале Там если отзыв пишут Люди Которые говорят Ну и продавец Почему ты обманываешь На картинке Одного А то другого Он говорит Это на китайский орех С тонкой шкуркой Вываренный Хрен знает в чем Это российский орех Я думаю При чем тут твой российский Ну короче Продавец на отзывы Отвечают очень адекватно 268 рублей За килограмм Орех грецкий Крупный Выгодная упаковка Ну Вполне себе Нормальный грецкий орех Я его как бы Расколола Лопала Штучка Но На картинке Он в разы бледнее Зато он Бледнее Чем тот орех Который продается У нас в магните И подешевле При этом И как бы Покрупнее Сами орешки В общем Вот так Я тут закупилась Еще были финики Но фиников уже нет Но я заказала Еще одни финики На Озон Вот они там Когда-то должны прийти В общем вот Такой обзор И чай И не чай И еда И не еда Кто осилил Всем спасибо И пока